Привет всем фанатам видеоигр! Привет! Бросайте дела и присоединяйтесь к нам! Сегодня вас ждут новейшие игры Ниндзя Жекенден, Земля Супер Марио 2, Скелетон Крю А также новинки для приставки Супер Нинтендо Дум, Уни Ралли и Бугерман Если вы будете внимательны, то узнаете все или почти все об этих играх Хватайте джойстик и вперед! Вместе с нами! I love you and it feels so good Давай-ка я задам тебе один вопрос Задавай Скажи, что получится, если к хорошей ритмичной музыке Прибавить прекрасную графику, плюс множество запутанных треков И сумасшедший темп гонок на выживание А я тебе отвечу Получится Уни Ралли В специальных настроечных меню можно выбрать тип соревнований Кто кого Чемпионат Уровень сложности игры И цвет моноцикла Да, ведь в гонках участвуют не машины или мотоциклы, а моноциклы Это такие одноколесные агрегаты, используемые цирковыми велоакробатами Каждый из моноциклов, помимо своей личной окраски, имеет еще и ласковое имечко На первый взгляд, в этой игре нет ничего сложного Однако только доскональное изучение имеющихся трасс принесет победу Помимо основных путей, есть дополнительные, более короткие На которые можно попасть, подпрыгнув в определенный момент Также не мешает совершать различные пульбиты и прыжки За исполнение которых начисляются дополнительные очки При этом скорость вашего моноцикла возрастает При создании этой игры фирма Nintendo сотрудничала с компанией DMA из Шотландии Именно в результате такого взаимодействия и получилось множество классных гоночных моментов Есть даже отдельная трасса В корне желоба для соревнований скейтбордистов Но самое главное, что в эту игру можно играть вдвоем И только тогда до конца раскроется весь ее потенциал Дух азартной борьбы захватит вас и не выпустит ни на секунду Сейчас мы это проверим на деле Цвет моего моноцикла черный А мы его зеленый Неплохое сочетание, но черный всегда первый Не обольщайся, на трассе все решают секунды Даже сотые доли Иду на рекорд И все же я тебя обгоню Семен, это будет не так-то просто Сейчас посмотрим На этой трассе я чемпион КОНЕЦ Ха! Не тут-то было. Я финишировал первой. Что ни говори, одно колесо хорошо, а два лучше. I love you and it feels so good. Ты знаешь, что означает черная маска на моем лице? Пока еще нет. Это означает, что мы находимся в далекой стране ниндзя, а я самый храбрый и смелый из них. Мое имя Жикенден. Но ты бы так сразу и сказал. Ведь это просто отличная игра, мистический боевик, ниндзя Жикенден. Правильно. И сегодня мы познакомимся с третьей его частью. Ох, тяжела дорога ниндзя к заветной цели. Сколько врагов затаилось вокруг. Но острый самурайский меч еще никогда его не подводил, иначе бы Жикенден не дожил до третьей части этой увлекательной игры. Красные шарики, висящие в воздухе. Это магические способности. Ниндзя режет своих врагов вдоль и поперек. Но некоторых врагов нужно рубить присев, иначе в них просто не попадешь. Если враг не умирает после первого удара, его нужно ударить еще несколько раз. При встрече с боссом в конце уровня нужна хладнокровность. Он нападает, ты уворачиваешься, а затем быстро атакуешь. Вот так. А еще в игре есть зыбучие пески, в которых можно потонуть. По ним лучше передвигаться быстро, а лучше постоянно подпрыгивать. Оп! Оп! А если упадешь в лаву, зажалишься в один момент, сразу потеряешь целую жизнь. Используй возможность ниндзя передвигаться по потолку на руках. И береги магические способности. Без них тебе придется совсем плохо. Семен, открой личико. Я не Семен. Я же Кенден. Ну а теперь новое приключение великого Марио на Game Boy. Игра называется Super Mario Land 2. Но в названии присутствуют фразы шесть золотых монет. Ну конечно же, как не из-за этих жалких шести монет могла случиться эта история. Какая история, Семен? Ты вставляй карты. История сейчас будет. В основном игра повторяет предыдущую серию, но с одним большим преимуществом. Есть огромная карта местности, по которой Марио идет к победе. По этой карте можно передвигать маленькую фигурку героя и выбирать этап. Цель — пройти каждую зону до конца и найти монетку. По мере продвижения Марио собирает множество предметов, помогающих ему в борьбе с прислужниками Варио. Супер Гриб. Съев его, появляется возможность превратиться в настоящего Супер Марио, то есть очень большого Марио. В таком виде он может разбивать висящие повсюду каменные блоки. Огненный цветок. Если Марио сорвет этот цветочек, то сразу встанет огненным. При нажатии кнопки «Б» он сможет стрелять огненными шарами. Ну а сердце, как всегда, прибавляет жизни. Уровней в игре такое множество, что создатели игры предусмотрительно вставили батарейку для сохранения пройденных уровней. Морковка, хоть и не экзотический продукт, но позволяет нашему герою превратиться в зайца с огромными ушами. Хлопывая ушами, будто крыльями, Марио-зайд может летать по воздуху. Звезда. На 15 секунд Марио становится непобедимым и может сметать с пути полчища врагов. Ну а в конце уровня Марио может попытать счастье у однорукого бандита. Хотите, дам хороший совет? Не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Каждый раз, когда я приезжаю в Москву, первым делом по магазинам. Магазины Денди. Красная Пресня 34, Петровка 12 и переход в метро в театральное в бум. Я люблю тебя, и это все хорошо. Ты зачем прячешь картридж? Я думаю, не стоит рассказывать зрителям об этой игре. Ты с ума сошел! Это ж такая актуальная игра. Как это не рассказывать? Земля задыхается под грудами мусора. Отходы готовы сожрать все города. Ну а игра Бугерман тут при чем? А при том, что именно в ней решение всех экологических проблем. А началось все так. Безумный ученый, профессор Стингбаум, изобрел установку, которая перебрасывает кучу отходов в другое измерение, известное под названием экскремент. Сердце этой установки редчайший кристалл. Он-то и привлек внимание одного супергероя на пенсии по имени Бугерман. Но кристалл похищен и попадает в параллельный мир. Недолго думая, Бугерман достает свой потертый костюм супергероя и отправляется на поиски кристаллов. Параллельный мир стоит в себе множество опасностей для нашего героя. На каждом шагу встречаются разнообразные враги. Некоторые из них малоподвижны. Но чем дальше, тем больше врагов все более и более опасно. На каждом уровне игры есть секретные области, в которые Бугерман может попасть, просочившись в канализацию. Такие области стоят в себе много опасностей, однако игра стоит свечи. Не забывайте собирать вантузу. Кто не знает, вантуз — это такая резиновая штука на деревянной палке для прочистки источных труб. Вантузы очень важны. Они дают дополнительные очки на экране бонуса, которым заканчивается каждый уровень, что позволяет получить дополнительную жизнь. Будер! Будер! Мит! Мит! Много полезных предметов можно найти в кучах мусора, разбросанных по уровню. Забудьте про брызгливость, вставайте на четвереньки и разгребайте эти кучи руками. У Бугермана несколько способов ведения борьбы с соперником. Первый — извержение изо рта, а также прямо противоположного ему места, скопившихся в его желудке газа. Такая атака бывает двух видов. Маломощная — для близкой дистанции, и суператака. Кстати, маленькая бутылочка молока — очень полезная находка. Бугерман получает возможность атаковать соперников с точным плевком. Если же молока у вас нет, то пользуйтесь накопившейся в носу нашего героя слизью. Третий способ — стандартный. Нужно прыгнуть на врага сверху и размазать его в лужицу зеленой грязи. Теперь об игровом экране. В левом верхнем углу расположен индикатор наличия слизи в носу Бугермана. В правом верхнем углу индикатор газа в его желудке. В нижней строке отражается количество оставшихся жизней, набранные очки и количество собранных лантузов. Чуть не забыл самое главное. Пласть Бугермана не только форма супергероя, а еще и индикатор его жизненных сил. Красный цвет плаща соответствует стопроцентному здоровью. Получаемый Бугерманом в ходе игры ранения изменяет его окраску. Чтоб я еще хоть раз залез в канализацию... Зато теперь ты похож на настоящего сотрудника Гринпис. Да уж! Андрей, как хорошо, что я уже такой взрослый. Почему же хорошо? А потому, что я уже не увижу первого полета людей в глубокий космос. Да ты что, ведь это так интересно. Приключения, неизведанные галактики, романтика. Не знаю. Встреча с братьями по разуму может закончиться так же, как в игре с Келетон-трюк. Плохие дела творятся на одной из планет заброшенной галактики. Ее жители словно взбесились. Самые здоровенные из них вооружились мощнейшим оружием, да еще и твари всяких мерзких развелись. В дело вступает крепкая команда андроидов. Цель ее с помощью самого современного оружия навести порядок в обществе агрессивных гуманоидов. Я выбираю Джонта и отправляюсь с ним в путь. Я тебе советую быть осторожным. Ошалелые аборигены стреляют во все, что шевелится. Не бойся, Андрюша! Не в первый раз сейчас я расправлюсь с чудовищем первого уровня. Нужно нащупать его слабое место. Смотри, это турбины, расположенные по бокам. Задымился гад. Все, ему конец. Но дальше я тебя одного не пущу. Слишком много врагов появится на следующем уровне. Без моей помощи тебе не обойтись. Я принимаю твою помощь. Мы же с тобой крепкая команда. Когда придется туго, ты можешь спрятаться за широкой бронированной спиной джойнта. он самый мощный из подразделений. А как тебе это докрасно-раскаленная местность и огненные лягушки? Выглядит омерзительно. Но это ж не болотные черви второго уровня. Их так много, чтоб я делал без твоей помощи. Но как не помочь боевому другу? Ведь мы крепкая команда. Один за всех? И все за одного. Я так думаю. Если у тебя есть крепкая команда, то любые космические неприятности тебе нипочем. Игра Скельтон Крю тому живой пример. I love журнал Дэнди Новая Реальность путеводитель по играм. Это как энциклопедия, где нужен каждый том. Ты же не знаешь, какой картридж купишь завтра. Три тома у меня уже десять. I love you and it feels so good. Я уверен на все сто, что нет ни одного любителя видеоигр, который бы не слышал о знаменитой игре Doom. И готов поспорить, что это самая популярная игрушка у любителей классных боевиков. Спорить нечего, это действительно так. Ведь даже предположить сложно, что кому-нибудь удастся отобрать майку лидера у бравого морского пехотинца, главного героя серии Doom. Думаю, самое время с ним познакомиться. История игры не менее интересна, чем само действие. Ты морской пехотинец, сосланный служить на Марсе. Служба на Марсе скучна и однообразна. Только на его спутниках ведется активная жизнь. Там копошатся непоседливые монстры в белых халатах, именующие себя учеными, воплощая в жизнь самые безумные проекты. Один из которых ворота межпространственного перехода. Эти эксперименты закончились весьма плачевно. Однажды на Марс пришло сообщение. Мы срочно нуждаемся в военной поддержке. Что-то дьявольское выходит из ворот. Отряд, членом которого ты и являешься, отправляется на Фобос. Пока твои товарищи воевали внутри базы, тебе приходилось охранять ее периметр, а из глубин станции доносился шум шутких боев и крики погибших однополчан. Вскоре наступила гробовая тишина. Никто из ушедших не вернулся. Гнев обуял твое сердце, жажда мести закипела в жилах. А впереди мрачные лабиринты, битком набитые всевозможными врагами. К счастью, попадается брошенное погибшими друзьями оружие и обмундирование. Назад пути нет. Со временем у тебя появится и другое оружие. Штепная бензбела хороша для ближнего боя. Море крови, да и эффект не слабый. Бомбовое ружье хорошее и мощное оружие. Патроны для него разбросаны по уровням в избытке, так что это делает его основным рабочим инструментом. Помимо оружия будут попадаться аптечки, поправляющие здоровье. Защитные бронежилеты на 100 и 200 процентов брони и маленькие синие бутылочки. Если по тебе ведут огонь из мощного вооружения, пользуйся шифтами. Это уход в сторону. Увидел бочку рядом с врагом, стреляй. Последующий взрыв разнесет беднягу в клочья, а сам окажешься рядом, отправишься следом за ним. Будь осторожен, есть много ловушек, типа опускающихся с потолков. И помни одно, кругом одни враги и тебе не на кого положиться, кроме быстроты ног, меткого глаза и верных огнестрельных помощников. нет ли там жутких чудовищ из потустороннего мира? Цифровой звук, трехмерная графика, 30 тысяч цветов, настоящая революция видеоигр, Super Nintendo это больше, чем игра. Уже сегодня в магазинах Dendy по всей стране совершенно игровая система Super Nintendo. Nintendo К сожалению, наша передача подошла к концу. Ну не стоит расстраиваться, ровно через неделю мы снова ждем вас на телеканале МТК. Мы расскажем об играх с World Master, нулевой допа, а также о новинках для Super Nintendo Mortal Kombat 3, земляной червяк Jim 2 и FIFA 96. Не забудьте включить свои телевизоры. До встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok